Добрый день, дорогие друзья! Рэп эфир, сегодня будем говорить о рэпе и обо всем, что его окружает, так сказать. Поэтому все, кто любит рэпчик, так сказать, какого рэпчик в крови, крещенный рэпом, в общем, все-все-все, кто воспитанный на хип-хопе, брейк-дансе и прочем-прочем, пишите, звоните, обязательно поговорим на эту тему вместе с вами, потому что сегодня мы будем читать рэпчик тоже. Я сегодня попробую, в принципе, может быть, пофристайлить, я не знаю, не буду загадывать, очень, на самом деле, интересно. Вот, сегодня у нас в гостях, кто видел ВКонтакте, это группа Вахта, это, так сказать, я вам небольшую замесочку открою, это молодая, очень перспективная команда, группа, как в хип-хопе обычно это называется, ну, группа, давайте, группа Вахта. Я их хорошо знаю очень достаточно, и их творчество, я считаю, очень одним из интересных, они, по-моему, отличаются от других рэп-исполнителей, но вы узнаете, чем, соответственно, тут немного чуть-чуть позже. Вот, так-так-так-так-так-так, ну, а что еще я могу вам сказать, друзья, рэпчик, вот, если у вас, кстати, были когда-то случаи, когда вам пришлось заниматься рэпом, или, возможно, в компании друзей у вас началась такая рэп-ка, это, может быть, тусовка, обязательно тоже присылайте сообщения, было ли такие подобные случаи, и я вам, может быть, тоже, кстати, да, кстати, вот, мне, кстати, хочется спросить у вас такой момент, если кто помнит, год 2007-й, возможно, 2008-й, когда рэпчик был самый такой очень-очень-очень популярный в России, вот, когда вот был приток эмо, так сказать, вот, была все время борьба между эмо-рэперами и прочим-прочим, вот. Вот, и, короче, вот, борьба была очень жестенькая, вот, но это все потом, сейчас немножко клипа. Ну что ж, друзья, мы продолжаем Welcome Show, Паша Корень, прямой эфир, и напоминаю, что тема сегодняшнего нашего эфира – это рэпчик. Возможно, кто-то из вас когда-то был настоящим рэпером, а даже хоппером, ну, было много разное. Кто любит читать рэпчик, кто слушает рэпчик, сегодняшний эфир – это специально для вас, поэтому, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте и обязательно оставляйте свои комментарии, можете присылать свой рэпчик, который вы, возможно, когда-то тоже писали. Я уверен, каждый из вас стихи читал, писал просто под подушкой, так украдко, может, даже никому не рассказывал. Я думаю, настало время их вывести в свет, так сказать, в люди, поэтому, ну, кого есть творчество, и кто любит заниматься творчеством, писаниной, так сказать, поэтому присылайте, с удовольствием зачитаем, и будет вообще все замечательно. Ну, а совсем скоро, друзья, появятся рядом со мной гости – это группа Вахта. Ребята, которые, так сказать, пропитаны рэпом от А до Я, они сегодня расскажут о себе очень много интересного. Сегодня будет фристайл, сегодня будет... Сегодня прям весь старик просто в студии рэп сегодня. Вот я даже сегодня с утра прослушал парочку, так сказать, композиций, классику, может быть, рэпа. Не знаю, классика это или нет, но мне кажется, это классика. Было очень жестко, очень было здорово. Вот, кстати, вы присылаете тоже с удовольствием в нашей группе свои рэп-предпочтения, кого вы считаете, так сказать, в России хорошим, качественным рэп-исполнителем. Возможно, кто-то из-за рубежа вам нравится больше. Будем сравнивать, будем говорить, кто круче, так сказать. Ну, понятно, за рубежом, так сказать, преобладает больше пафосность дорогие автомобили. У нас только приоры в клипах и не очень дорогие женщины. Но, тем не менее, наш рэп, он совсем другой, иной, так сказать, в другой краю. И поэтому ваши версии, ваши любимые исполнители, любимых рэперов присылайте к нам на стеночку. И с удовольствием я выслушаю вас, ваши истории, связанные с рэпом. Если вы, конечно же, позвоните к нам в эфир, и поэтому будет вообще суперски. А если, кстати, почему так вот не сделать, если вы вдруг напишите рэпчик про меня, какой-нибудь, да, с забавным, с юмором, ну, все-таки Юмор ТВ, или, конечно же, про наш канал, то получите приз обязательно, вот. Почему бы и нет? Почему бы не дать приз? Поэтому, друзья, в ручку быстро, карандаш еще быстрее. Ну, там уж тетрадка, она должна быть уже под рукой. Садимся, начинаем черкать, и да пребудет с вами юмор и рэпчик, друзья. Ну, что ж, мы сейчас прервемся на рекламу и вернемся к вам, друзья. Продолжаем прямой эфир на Юмор ТВ. По-прежнему нахожусь здесь я, Паша Корень. И рэпчик, рэпчик сегодня, друзья. Все, что им посвящено, только сегодня будем разговаривать на эту тему. Обсудим все от А до Я, от истоков и до современных рэп-исполнителей. Почему рэпчик, вы спросите меня? Да все очень просто, потому что я сегодня пригласил очень хорошую команду. Ребята занимаются рэпом давным-давно и знают о нем все. Также они продемонстрируют свою технику, так сказать, покажут вам фристайл. Сегодня мы увидим также клип, друзья, даже не один этих замечательных ребят. Но совсем-совсем скоро потерпите, я понимаю, кто-то уже надел толстовочку, натянул кепочку, может, кто-то даже дюрак завязал и готов уже на нижний брейк перейти, потерпите, потерпите, друзья. Совсем скоро появятся в этой студии рядом со мной друзья, и мы сделаем настоящий рэпчик только здесь, только на Юмор ТВ. А пока послушаем клип Бьяночки. Бьяночка, давай, давай. Ну что ж, друзья, мы продолжаем, как я и обещал, в эфире, в прямом эфире Юмор ТВ, welcome show, и вот эти, вот эти, вот два замечательных притких юноши, группа вахта, привет, ребята. Ю-ху, привет, привет. Ну, сразу, как говорится, в самый банальный вопрос еще, как бодрость духа, как настроение, вот как добирались, все нормально? Настроение супер. Осень, то есть, не влияет никак вообще. Почему спели? Если учитывать, да, что мы начали за 10 минут до эфира, как раз в притирочку, то чуть-чуть понервничали. Чуть-чуть понервничали, да. Так, я, как и обещал, поскольку у нас сегодня рубрика и вся тема посвящена только рэпу. Рэп, шмэп, вся фигня, да? Йоу. Да. Как вы это, как вы делаете? Пис, чек ван ту и... Да, еще вот так вот. Кэмон, кэмон, кэм, кэм, кэмон. Фолумир, да. Ну что ж, я рад, что ребята, на самом деле, на позитиве, это хорошо, значит, сегодня будет все очень весело, бодро. Давайте начну сразу тоже с такого вопросика. Почему именно рэп? Вот как так сложилось, что окунулись именно в рэп, не, так сказать, не попали по стезю рок-исполнителей или блюз-джаз-менов каких-нибудь? Почему рэп? Рэп, вообще рэп, я не знаю, как рэп без нас был бы вообще. Он нас ждал все время. А, да, то есть, вы молодые ребята идете, и такой, за год, как, ребят, хотите, немного рэпчика не хотите? Он такой, хорошо, и вот, то есть... На самом деле, все так просто и получилось, просто вот как-то так. На улице, на улице, так цветало рэп на наших улицах. То есть, вот есть фраза, меня воспитала улица, это, то есть, это к рэп, да, все отлично, на самом деле. Ну, то есть, я понимаю, улица, друзья, да, то есть, в компании кто-то принес кассету Десла, допустим, да, вы послушали, сказали, вот это, вот мне нравится, я буду это исполнять, то есть, писать свое. У меня немного по-другому было, я любил стихи всякие писать, в детстве совсем маленький был, читал и любил писать стихи, а потом, как-то в один момент, хип-хоп-культура начала просто пробираться, я начал танцевать брейк, а потом, после брейка, думаю, блин, ну я же стишки писал, стишки же были, и решил написать рэп. Написал, выиграл фестиваль, думаю, надо продолжать, с первого раза. Вообще сразу, надо продолжать, думаю, пошел на второй, выиграл. Все, потом не участвовал, после этого. Вот так вот. Все, так, понятно, так, а у тебя как? А мне все очень просто вообще. Все очень просто, еще проще, ты сразу три выиграл в фестивале. Нет, я просто катался на велике, это было. Слушайте, мне начало уже нравится. Я катался на велике, я просто заехал на местный рынок, это было в Ростове-на-Дону. Смотрю, такой, палаточка такая, там дядя Петя, он кассеты продавал, знаешь, такой, смотрю, чудо, ребята, короче, негры, такой, думаю, на, закупь. Купил, мне просто понравилось, и я как-то так, как-то получилось. То есть купил темных ребят. Темных ребят. И послушал, сказал, блин, это здорово, и я хочу так же быть темным. Ну, там, соответственно, я долго рассказываю, там еще и брейк-данс, вот как у Саши, там все это. Не понимаю, но я считаю, если бы не велик, история была бы вообще. Велик вообще. Велик решил. Без велик и ничего никак не получилось. Спасибо папе. Вот, друзья, я как, то есть, это еще папа в руку предложил. Да, он велик купил. Отлично. И он был одним из тех, кто на вложке. Ну, это уже совсем другая история. Но, тем не менее, друзья, я вам говорил, что все начинается вот как у, кстати, у Саши. Саша Кирилл, Кирилл Саши, просто знаю для вас, друзья. Вот как у Саши история с стихотворениями, и он до этого, как они появились в студии, говорил, что действительно, все когда-то вот, так сказать, тайком, может быть, под подушечкой, чтобы никто не знал. Ну, когда мальчик пишет стихи, вы же понимаете, это, да меня засмеют, засмеют. Там это начинается, да. В школе вообще лучше об этом не говорить. Иначе ты в столовку больше никогда не попадешь, там тебе все будут тыкать пальцем, да. Ну, лично у меня так было. Вот, ну, друзья, я говорю, сегодня будет достаточно интересно, потому что ребята пришли нам сегодня с добром и с рэпом, да? Правда же? Да. Вот видите, сегодня здесь у нас все, и пиз, и рэп, и добро. В общем, мы узнали, как все начиналось. Велосипед, темные ребята, фестиваль стихотворения. Также, друзья, конечно же, присылайте в нашей группе ВКонтакте, как вы начинали заниматься рэпом. Может быть, как-то иначе, может быть, кто-то из вас был на этом же фестивале вместе с Сашей, может быть, кто-то тоже катался на велосипеде с Кириллом, но не доехал до этой палатки, где дядя Петя продавал кассеты. Ваши истории, друзья, связаны с рэпом, обязательно присылайте. И напоминаю, что тот, кто напишет в нашей группе или позвонит и зачитает рэп, возможно, или напишет рэп, посвященный нашему телеканалу или про меня, конечно же, в юморной, желательно, форуме, все-таки, Юмор ТВ, тот получит сегодняшний приз. Это шутка такая, Юмор ТВ. Вот, вот, так не надо. Вот, получит приз обязательно, друзья. Друзья, вот, так, ну, дальше больше, друзья, скажите, пожалуйста, мне, знаю, знаю, что у нас заряжены клипы ваши, вот, один из них называется «Моя молодость». «Молодость моя», да. Да, «Молодость моя». Мы вот можем сейчас про него поговорить или все-таки после того, как посмотрим? Как удобно, в принципе, можем сказать, да, это с нового альбома. Давайте тогда, ладно, тогда потянем чуть-чуть тогда резиночку, так сказать. Даже ты уже запустил небольшую… Расскажем, да? Те чуть попозже, тогда посмотрим. Пока давайте приверемся на рекламу и обязательно продолжим. Чек, one, two, come on, everybody, I love to you. Чек. Я все просто, как бы. Ребят, на самом деле, что родилось в данный момент, это был мой English first. Да, freestyle. Да, freestyle. Это не про нас, это просто прямой эфир на Welcome Show. Сегодня у нас рэпчик, друзья, сегодня у нас будет горячо, потому что кондиционер не работает. Вот, поэтому мы надеемся, что мы сегодня прокачаем, прокачаем эту студию. И вот комментарий нам пишет Дмитрий Сильченко. Ребят, наверное, больше вам посвящен. Какой самый отвратительный рэп вы слышали и напойте по возможности? Дим, сейчас попробуем что-нибудь. Слушай, ну не знаю, ну вообще я считаю, что нет какого-то плохого рэпа, есть, может, исполнители какие-то плохие. Есть смешной. Есть смешной, да, отвратительный. Старное небо, темная луна. Это ночи, нам будет не до сна. Знаете, да, это классика, я считаю, деревенского рэпа. Да, ну то есть смотри, ты говоришь, нету плохого рэпа, есть плохие исполнители. Отвратишь, да, если бы, ну то есть представь, такая бы ситуация, если бы песню Тимати исполнял какой-нибудь поэт, она была бы вот так звучала, да, допустим. А помнишь, раньше я катался на скейтборде, слушал хип-хоп и о тебе не мог мечтать, теперь я number one на любом танцполе. Я приглашаю тебя потанцевать. Танцуй со мной, потанцуй со мной, потанцуй со мной, потанцуй со мной. Потанцуй со мной. Как душевно, да, звучит? На самом деле рэп это просто такая душевная тема. И как бы не сказать, что какой-то плохой, если вот так настолько много рэперов сейчас, что можно сказать 70% рэпа просто мало возможности хотя бы дослушать до конца. Да, согласен, поэтому девушки, пожалуйста, обращайтесь к вам, я сейчас, не бросайте, пожалуйста, парней, в России так очень много рэперов, не надо, пожалуйста. Не стоит этого делать, не надо. Да, поэтому, друзья, возвращаемся к вам. Вопрос такой, значит, есть ли у вас рэп-кумиры, если вот в России и за рубежом, так сказать, вот, если да, то кто? Джей Дила. Джей Дила, это Кирыч. Медлиб, 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 Джей Дила. Это битмейкеры, американские музыканты. Ну, а я вот больше российских люблю. Кого? Тех, кого слушал в детстве в основном. Но, например, нравится мне и Кей Плеис, такая уральская группа, Наум Блик называется, DCMC, это Москва, но это все такой... Это андеграунд, да, считается? Нет, это не андеграунд, это просто те люди, которые начинали в 90-х, когда я был совсем малым. И поэтому, ну, как бы мне приятно это слышать. Вот я помню, я просто помню, например, лично из своего тяжелого опыта, так сказать, я помню, ну, вот, Децл, да, это тоже вообще рвань была. Дочеринка, у Децла дома гуляет весь район, гуляет, в школу. Это же вообще отторого было, я пытался там попасть, должны концы. До сих пор в коробки поедем. Надо попробовать, кстати. Так же вот еще легалайз был, легалайз, легалайз, легалайз. Потом кто еще у нас? Пусть и мамы, хвастайте телами, парни, не бойтесь. Обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами. Пусть все знают, как мы отдыхаем. Вот, вот все было, было да было. А еще, это как? Нет, мы фанкам себе другая еще. Нам фанкам себе, наверное, это брейк, это брейк. Тут, 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 тут. Все это, да, но как бы все это классно, вот прям таких кумиров, только тех, кого мы слушали в детстве, ну и там суперпрофессионалы явные, как вот Кирилл назвал, продюсеров, музыкантов американских. То есть они такие самые? Ну там все-таки уровень, да, немного другой подход к хип-хопу. У нас-то повеселее все. Так, друзья, вот я уже готов зачитать, там прислали рэпчик, я вижу, это большой текст. Да, да, Смирнова, так, сейчас попробуем читануть, в общем, так. Ты такой, так, давайте, парни, вы же рэпер, вы битбоксом владеете автоматически. Ты что будешь, да, ты бочку и сна, а я тикать, да, буду? Да, давайте. Е-е-е-е! Этот трек посвящается всем, кто доставал чипсы Прингл с самого низа, йоу! Опять Паша Корень на нашем канале. Мы знали, вы ждали и очень скучали. А значит, пора эфир начинать. Кто гостей сегодня? Пора выяснять! Какая-то группа с нами в эфире, походу они сидят на кефире. Зрители у телека, режиссеры пульта. А значит, начинать трэш уже пора. Да, ну знаете, друзья, это просто уже стопуднявски говорят, стопуднёва попахивает выигрышем приз. Валентина Толкунова. Вот, чувствуете, чувствуете, он уже все, он уже крещённый рэпом. Ребят, сегодня будет замечательно. Ну что, Даша Смирнов, мне кажется, ты точно уже станешь сегодня обладателем этого приза. А сейчас прервёмся на клип, друзья, передохнём немножечко. Молодость моя, молодость моя. Поехали, друзья. Это вахта, не сбухты барахты, передаём привет всем тем, кто с нами здравствует. Йоу. Йоу. Отлично, отлично, друзья, пацаны, кроссовчики. Кстати, только что, друзья, вы лицезрели просто воочию клип наших ребятулечки-исполнителей. Сразу хочется побеседовать о нём. Почему вот о молодости? Почему именно эта вот идея, эта тема? Потому что мы молоды, потому что мы молоды. И, конечно, это хорошо уже. В основном, как получается, пишешь о том, что происходит с тобой, происходит с твоим окружением. И поэтому, ну, мы молодые, я подумал, почему вы не поговорите об этом? Ведь это прекрасное чувство. Ну, ведь так, это правильно, я просто, я, я почему спросил именно молодости, я просто, когда посмотрел парочку клипов, да, других исполнителей, у них вот, знаете, извечные проблемы просто. Меня кинула тёлка, всё фигово. Вообще всё плохо. Да, и очень плохо. Пойдут что-нибудь курну, и будет легче. Но ты вернёшься, тёлка, ты же тёлка. Вот, вот такие, да, 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 вот такие тексты, или там, всё плохо, жизнь, тален. Да, ну, и веселение будет, да. Вот, и меня почему, думаю, почему вы, например, не тем же самым не занимаетесь, а видите, про молодость, такая светлая. Клип позитивный, светлый, говорит о том, что мы молоды, мы должны, пока молоды, заниматься. Тем, чем мы хотим заниматься, любым делом, спорт и прочее, прочее. Вот, поэтому, именно, мне интересно, почему именно, вот видите, так вот вы решили. Да чё, и так всё грустно. Всё грустно. Всё грустно. Всё грустно. Просто в мире достаточно. У меня, наоборот, всё хорошо, поэтому, ну, не знаю. Действительно, да есть у нас, на самом деле, такие песни, но тоже, которые можно назвать, ну, такие, знаешь, не прям суперсветлые, а то есть, где-то, где-то и переживания какие-то. Но эту песню хотелось сделать именно вот, ну, такой позитивной. Потому что, ну, молодость, это действительно классные чувства, это прекрасно. Ещё как просто. Кайкуешь. Можно не работать, например. Хотя и в старости. Да, в этом старости можно будет заняться. Хорошо, ребят, следующий вопрос. Скажите, есть ли секрет, не знаю, в чем секрет успешного, хорошего рэпа? Можно так сказать, даже, как написать хороший. Как написать хороший рэп? Да. Надо тренироваться. Надо много делать. Скажите нашим телезрителям, как, вот, что нужно делать? Расскажи, Кирилл, как ты пишешь рэп? Я пишу, я пишу, просто пишу. Последнее, я могу рассказать. Последнее время. Последнее, нет. Последняя история не надо, пишу. Последние два трека мы дописывали так. Кирыч вечером на суете, там, на делах. И приезжали на студию, что-то не идёт. Пришлось его запереть в кабинке. Ага. Когда нужно просто думать. Нужно думать, что-то в своей голове, какие-то процессы вот эти рождать, чтобы творить. И может прийти музыка. Но бывает такое, что она... И бывает, что прям сутками, месяцами... Было, было, да? То есть прям застой такой, сидите, ничего не приходит. У нас получилось так, что вот... Полгода. Вот два года у нас списался альбом. Сильно. Вот этот, который будет выходить, называется Межвахта. Так. Вот он два года делался. Поэтому это, не знаю, быстро приходила к нам музыка, долго? Непонятно. То есть, ребят, к каждому по-разному. Кому-то побыстрее, кого-то подольше. Но это... Главное делать. Главное делать, конечно же, не сидеть на месте. Вот ты сам, как говорится, затронул тему вашего альбома. Расскажите... О нем не буду. Конечно же, да. С удовольствием просто послушать. Про какой? Про первый? Про новый, да? Давай про новый. Я просто так, чтобы все понимали, да. Первый альбом Вахта от А до Я. Это вот мы с Киричем написали. Он вышел в 2012 году. Сейчас, вот спустя два года, Кирилл выпускал еще свой небольшой сингл. А я писал все это время сольный альбом. Ну, как бы, несмотря на то, что он сольный, там много будет исполнителей. Там Ниной такой прекрасный музыкант, Кирилла будет треки, Алина Оз будет трек. То есть, как бы, он вроде бы и не сольный совсем, но большую часть времени занимался я им. Ну, потому что... Друзей собрал. Да, друзей собрал. Компанейский. И такой, да, компанейский альбом получится. Ну, там и сольных треков тоже много будет, штук шесть может быть. А вот после этого, ну, в поддержку снимаем сейчас пару клипов. Сегодня первый вы видели, такое летнее видео наш друг Руслан Саонов снял. И второй есть клип еще. Песня называется «Где сегодня затусить?». Ну, там прям уровень такой съемок очень серьезный. Три дня снимался клип, все его ждут. Особенно я. Все это коррекция и все это. Еще вот это пойдет. Политехнические истории в поддержку этого нашего альбома. А потом будем вахту писать. Короче, альбом будет. Межвахта 2014. Вот и вот опять. Вахта, вахта. Межвахта. Межвахта уже. Это название альбома. Я понимаю, межвахта название альбома, но я имею в виду название. Почему? Возможно, какой-то вопрос возьмите. Почему вахта? Вахта. Не крекер. Не чиполино. Мы давно уже знакомы с Сашей. Мы вообще в Надыме жили. Это на севере. Северный город Надым. А это популярная такая. Знаете такой город? Знаешь такой? Не или не знаете? Этот город замечательный. Прекрасный город, конечно. И там просто вот город газы. Добытчиков. Добытчиков, да. И там вот есть такая система работы по вахте. Вахтовый метод. Ты же знаешь. Я знаю. Я все для зрителей, так сказать. У нас то же самое. Там добывают газ. Месяц в тундре пашут мужики. Все ходит в спортзал. Иногда кто-то просто ест тулуп. И месяц отдыхает. То есть месяц работы, месяц отдыхает. Месяц, когда ты работаешь, называется вахта. Когда ты не работаешь, это называется межвахта. То есть в принципе у вас такая же история. У нас мы несем свою вахту в рэпе. Вместе мы. Ну получается год на год примерно. Год на год, да. Вот такая тема. Тоже неплохо на самом деле. Вот в принципе все дела. Год пишем, год не пишем. Ну. Год пишем, год слушаем. Год пишем, год слушаем, год пожинаем плоды свои. Это все правильно. Так. Ребятулечки. Есть такой вопрос. С кем бы вы хотели. Я понимаю вы. Встать? Нет. Встать. Это уже после. Записывали треки вместе с друзьями. Да. У вас была такая общая компания. Есть ли какой-то рэп. Может быть не рэп исполнитель. Любой исполнитель. С кем бы вы хотели записать какой-нибудь трек совместно? Конечно же. Есть ли он такой? Есть. Кириллов есть. Давай я пока подумаю. Я бы хотел. Мне Нелл прикалывает. Вот у него последний альбом который. Нелл. Помнишь раньше была группа. Марсель. Марсель я честно слышал. Вот с Неллом я бы хотел почему-то записаться. Мне очень нравится. Вот. А так. Да много кого? Не ну прям. Я понимаю. Я ж не буду сейчас. Ну Баста конечно. Ну вот. Я в принципе один из этих ответов. Все хотят записаться с Бастой. На самом деле. Если ты записался с Бастой. Все. Знаете. Ты можешь просто делать визитку. Написано. Я записался с Бастой. Кстати. История есть интересная. Мы на первый альбом писали трек у Бастой на студии. Представляешь? Да. Да. Был делан нам. Но в тот момент Баст уже наверное это забыл. Ну мы обо стараемся конечно. Баста наверное это забыл. Но был такой трек называется Московская зима. На газгольдере записан. Но потом не поросло. Не поросло. Другие делишки сам запомнимаешь. Хасла. Арма хасла. И вам не болеть как говорится. Ладно. О нет. Да. Немножечко. Сегодня трек. Отличаемся. Так посмотрим клип. Аврил Лавин. Это тоже наш. Да кстати. Реламин это мой. Обязательно. Ну что ж друзья. Мы продолжаем прямой эфир на Юмор ТВ. Велком шоу. Группа вахта Паша Корень. В общем мы в рэпе друзья сегодня. И следующий вопросик друзья. Именно вам. Вот знаете в рэпе есть такая история штуковина. Флоу. Как флоу. 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 Ну в общем кто не знает это как бы стиль щитки. Да. Может так сказать. Да. Может так сказать. Да. Да. Флоу. В общем твой стиль. Каждый уважающий рэпер должен иметь этот свой стиль. Кто-то читает там. Кто-то хрипл. Ну в общем по-разному. Кто-то медленно. Медленно. Да. Перебирает по-разному слова. Переставляет. Переставляет. Да. Блин. Мне кажется мне можно было попробовать. Так друзья. Скажите мне. Как вообще вот выбирается флоу. Как судьба так сказать вам ставит. Решает. Что именно вот с этим флоу ты будешь выступать. Есть какая-то вот. Вот для меня это самый сложный вопрос. Ты просто садами можно просто перебирать. Я просто не знаю. У меня как прет так и прет. Флоу там. Ну то есть ты прям. Да как-то. Как-то наверное тебя просто. Со временем ты вырабатываешь. У нас звонок в студию. Алло добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Яма. А откуда нам звоните? В Москвы. Вот я уже. Здрасьте здрасьте. Яна. Вопросы какие-нибудь или пожелания или песни. Я хочу в первую очередь пожелать ребятам творческих успехов. Видела не раз их выступления. Очень талантливые. Очень классные. Очень задорные. Активные. Поэтому в первую очередь конечно желаю творческих успехов. И у меня вопрос. Где в ближайшее время можно их увидеть? Где-то может быть в клубах или на какой стоянии в городе на Москве. Но их можно увидеть. Спасибо. Вот вопрос. Вопрос. Этот вопрос назревает. Все спрашивают. Мы готовим концерт. Наверное будет вот. Наверное еще в этом году. Будет два концерта в этом году. Будет в Надыме. Это город. На севере. О котором мы говорили. Это понятно. Он будет 28 или 29 ноября. А в Москве скорее всего начало декабря. Большой концерт планируется. Ну как бы презентация альбома. А ну все в принципе вместе будет. И концерт. Отлично. Ну да. Еще с местом не определились. Где будет пока? Вот этот вопрос сейчас ловируется. Пока завершается. В ближайшие дни должно стать известно. Да ладно. То есть уже. Какой-нибудь караоке. Какой-нибудь караоке на левом берегу. Да. Спасибо большое за звонок. Спасибо Яна. Спасибо Алю. Парки даже похворили их. Покраснели чуточечку. Так. Немножечко есть. Так. А возвращаемся к флоу. Значит все таки флоу оно должно идти. Вот. Доскать от себя. Вот ты же. Наверное написал я рэп. Правильно? Так. Написал я рэп. И я вот беру и у меня написано там. И я как должен его зачитать. То есть я просто вот как вот читаю. Это так и должно быть. Ты можешь делать все что угодно. Ты можешь записать сначала так. Потом можешь. Так как ты хочешь. Чувак. А как бы что было так. Чтобы не было вот противно на уши. Например слушать. Например. Есть же которые прям вот переигрывают. Лучше просто не делать тогда ничего. Вообще не делаешь. Слушай. Слушай. Есть у тебя голос не очень суперский. И. Завязывай с этим. Иди в юристы. Не стоит лезть вообще. Или строительство. Чем. Почему бы и нет. Не стезя. Так. Вопрос следующий друзья. Вот. Скажите пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Так. А теперь следующий вопрос. Вот. Были ли вы когда нибудь на каких нибудь рэп баттлах. Вот. И как к нему относитесь вообще к ним. Кучу вообще. Кучу. Вообще тьма была баттлов в свое время. Расскажите что то. Мы даже с Сашей как то соревновались. Против друг друга. Это первое. Это первое. В детстве мы были в разных группах тогда. Это начало такое было. Тоже прям как прям небольшая киношка. В детстве они были против друг друга. Но пришло время и объединиться. Но там не то что знаешь ты как говоришь. Ты выступала потом. Просто выступления как бы. Соревнования. Но батл вот именно батлы. В таком прямом понимании мы бывали. Даже выигрывали. Но никогда. Вот я никогда прям. Хотя не Чевру. Было прикольно да? Да прикольно. Я не баттловый рэпер. Но было прикольно. Мы просто приходили и веселились. Просто делали свое любимое дело. Мы нам давали какую-то тему допустим. Мы фристайл прям так бомбили. И фристайлили. И фристайлили. И фристайлили. Да все было. Санек вообще чемпион был. Были времена. Мы узнали такие высоты. Постарелся. Да? На самом деле нет. Да. Хватка, читка. Не все нормально. Все нормально. Я знаю. Я знаю. Я спорить не буду друзья. Все есть. Да. Тогда пока прервемся на рекламу. И уже скоро 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 скоро. Рекламу. Увидите что приготовили наши друзья. И дела вот так вот рэп был рожден. На самом деле. Смешная история. Юмор ТВ продолжает прямой эфир. И уважаемые дружочки. Вот все вы знаете, что настоящие рэперы не романтики. Вот поэтому Кирилл. Кирилл единственный такой. Покажи. Покажи что там приготовили. Приготовили. Что это? Это конечно же друзья. Это приз. Это подарочек. За тому человеку, который написал нам рэпчик. Который как я и просил. Как и обещал. Даша Смирнова. Ждет тебя. Она была на высоте. Она была просто. Вот так вот короче. Да. Это тебе. Тебе. В общем обязательно с тобой свяжемся. Ты получишь этот замечательного медвежа. Даже не хочешь с ним расставаться. В купе поедем. Ну окей. Так друзья. Пришло время моей рубрики, которая называется с рифмой слова. Я сейчас значит вам говорю. А очередь. Да. Говорю вам словцо. Вы должны на него рифму из двух слов. Хотя бы минимально. Типа окно треснуло стекло. Малоко. Да. Только из двух слов. Понятно. Давай. Давай. Итак. Буду по очереди. Тут всего лишь по три словца. Так. Первое. Папайя. Я по тебе скучаю. Так. Хорошо. Шкраб... Шкраб... Шкрабадунька. Шкрабадунька? Шкрабадунька. Маленькая лифтосунька. Ну шкрабадунька. Раскребушка. 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 Так. Тебе. Жижница. Чего же так жидится. Ну окей. Так. Монах. Ван Селим Манда. Это на турецком. Дальше. Мы только с турцией. Я понял. Полька. Девчонка Олька. Так. Фишка. Смешная книжка. Смешная книжка. Смешная книжка. Смешная мальчишка. И последняя килька. Девчачья шпилька. Вот. Ну вот, друзья, так сказать, проверили наших уважаемых гостей на рэп-потребнадзор. Рэп-потребнадзор. Так. Может еще. Я, конечно, попросил бы в фейстайл. Но я понимаю. Рэперов, когда они начинают полностью погружаться. А? Я вам скажу, что погружаться. У нас телефонный звоночек. Алло. 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 Ой, простите. Простите. У меня трэк кромка играет. Любимый. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Да. Меня зовут Егор. Так. Егор. Откуда вы звоните, Егорка? Я звоню из города Химки. Да. Мы помним Егора. Салют, Егор. Привет, дружище. Ну что, Егор? В общем, у меня такой вопрос. Я давний фанат группы Вастова. В общем, очень давно наблюдаю за их творчеством. Вот слушаю новый трек. Очень понравился. Бенджамин Франклин. Так. У меня вопрос. Вот. При звучании слова «Чья» в треке, как думаете? Телочки больше текут или больше нет? Отталкивает их это. Опа. Вопрос, так сказать, под ковырочкой. Вот, кстати, я не размышлял. Да. Такое литературное слово. Ну, оно, в принципе, действительно нельзя. Мне недавно просто девушка написала это. Так. Я говорю, ну, я ей скинул песню, она такая послушала. И где-то минут через тридцать она мне присылает ответ и говорит, я полпесни хотела попой двигать. Говорит. Как бы, наверное, все. Ну, значит, наверное, да. Егор, значит, наверное, первый вариант. Ну ладно. Значит, я так понимаю, девочки текут. Это хорошо. Да. Течет ручей, бежит ручей. Я не чья, и ты не чей. Не чей, не я чей. Я чей. Я же недавно женился. Могу я жене передать? Спасибо за звонок, Егор. Вот теперь вы узнали, правда, что все-таки под этот трек, как говорится, Бенджамин Франклин, да, если не ошибаюсь. Да, Бенджамин Франклин. Хочется трясти своими, кстати, ягодицами. То есть скиньте, я хочу послушать, тест драйв, так сказать, сделать. А ты не слышал еще, да? Ну, пока нет еще, но я уверен, что в социальных сетях он уже. Добавьте меня. То есть, ребят, кто хочет... Добавишь, друзья, там... Друзья, кто хочет, тоже протестить этот клип, не клип, а эту песню, и проверить, возможно, и ваши ягодицы захотят буквально через сколько? Три минуты, да, там? Три, двадцать шесть. Ну, каждый организм по-разному работает, действует, поэтому можете тоже себя опробировать, и, возможно, у вас тоже произойдет то же самое. Ну, эти бетулечки, скажите, пожалуйста, вот, о, кто хотел сказать, что-то, пожалуйста, еще один звонок? Разорвали. Алло, алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Игнат. Игнат, да. Да, откуда вы вам звоните, Игнат? Из Польши. Из Польши. Игнат, я бы на вашем месте не звонил, у нас тут... У вас мегафон или что? У вас МТС? У нас своя, польская связь. А, полькаш-телефоничтаж. Да, жиждится, полькаш-телефоничкаш. Хорошо. Жиждится, не бывает, хорошо. Да. Ну что ж, Игнат, вопрос какой есть у вас, ребятам? Дело в том, что постоянно все американские эстеры умирают, их убивают за их суровый рэп. А вот русские рэперы все живы. Когда уже наконец-то начнут убивать русских, за их рэп? Ха-ха-ха. Это очень смешно. Это ваш адрес, да? Это ваш адрес, да? Это ваш адрес, да. Слышь. Ну, лично мы еще хотим пожить, а вот, ну... А, вы тоже рэперы? Ха-ха-ха. Еще какие, да. А вы тоже польский рэпер, Игнат? Да, да. А, да, а как вы на русском больше рэп пишите или на польском? А можете исполнить? Сдачно, беспечно, смешно и смешно. Ха-ха-ха. Да, да. Серьезный. Серьезный рэпер. Хорошо, спасибо большое, Игнат, за этот звонок, за привет Польше. Будем, будем, наверное. Да, будем, будем. Мочить. Будем. Ну что ж, друзья, время, к сожалению, подходит к концу. Еще небольшая прощалочка, друзья. С вами была группа Вахта, Паша Корень. Слушайте рэп, читайте рэп, пишите рэп. Смотрите Юмор ТВ. Дело говорит. Обязательно вообще. Пока. Пока. Ха-ха-ха-ха. Смешно.